Уничтожение газопровода «Северный поток» газопровода, по которому природный газ шел из Восточной Европы в Западную, стал самым вопиющим актом экологического терроризма в истории. Больше смертельного СО2 попало в атмосферу. Это также атака на наших союзников по НАТО. Наши союзники по НАТО были потребителями природного газа. Германия, сердце НАТО в Европе, пострадала. Администрация Байдена атаковала НАТО. Они сделали это. Они обещали это осуществить. Они не отрицали, что сделали это. В ходе интервью с Дональдом Трампом мы решили спросить, что он думает об этом. Вчера мы показали превью, вот полная версия. Кто взорвал «Северный поток»? Я не хочу, чтобы у нашей страны были проблемы, так что я не отвечу. Но я могу сказать тебе, что это была не Россия. Когда они обвинили Россию, они сказали, что Россия взорвала свой собственный газопровод. Тебе тоже понравилась эта шутка. Это была не Россия. Так что я не отвечу на этот вопрос, потому что не хочу, чтобы наша страна еще глубже увязла. Но с этого все начинается, знаешь? У нас есть невероятное оборудование. Я полностью перестроил армию. У нас есть вещи. Мы можем делать что угодно. С нашим снаряжением мы можем все, но я отказываюсь говорить об этом, потому что я не хочу очернять нашу страну. Но во многих смыслах этот подрыв не обернется ничем хорошим, потому что он создает много проблем для Европы в плане цены на энергию. Но они не должны были. Я остановил этот газопровод, Северный поток-2, полностью остановил. Когда пришел Байден, он его одобрил, и они немедленно начали завершать его. Я уведомил его, я сказал, для Германии и Европы получать энергию из России. Тогда я послал... Я послал Ангеле Меркель флаг. Я послал ей белый флаг. Она спросила, зачем вы это сделали? Я сказал, вы боретесь с Россией много лет. Если вам нужно бороться с Россией, и она контролирует энергию, то можете просто поднять белый флаг. Вот что я сделал. Подрыв этого газопровода очень опасный шаг. Но я думаю, большинство людей знает, кто это сделал. Итак, после этого, есть ли у вас опасения, что нашу инфраструктуру могут взорвать в ответ? Я думаю, речь идет больше, чем об инфраструктуре. Все может закончиться Третьей мировой войной. Забудьте о газопроводе. Сейчас мы... Я считаю, что сейчас самый опасный период в истории. Во-первых, потому что у нас некомпетентное руководство. Это первое. И... Опять же, нужно знать, как вести себя с Китаем, как вести себя с Россией. Россия не собиралась идти на Украину при мне. Китай не собирался идти на Тайвань при мне. Сейчас мы видим повсюду китайские корабли и самолеты, бомбардировщики. Этого не было при мне. Китай знал, что не может этого делать. Россия также знала, что не может этого делать. Они бы никогда этого не сделали. Это самый опасный период из-за вооружения, ядерного вооружения. Самый опасный период в истории нашей страны и в истории всего мира. Прямо сейчас. И у нас некомпетентный лидер. Дуглас МакГрегор, отставной полковник армии США, присоединился к нам, чтобы дать свою оценку. Знаете, люди Байдена не перестают болтать о НАТО, священном альянсе, хотя они не объяснили, что это. Они совершили акт войны против НАТО. Ториан Уланд и другие психи в администрации, очевидно, что они сделали это. Как НАТО это переживает? Такер, у НАТО не получается это пережить, это очевидно. Если вы зайдете за кулисы, вы увидите огромную разобщенность в вопросе о том, что делать дальше. И всплывает все больше правды об Украине. Украинцы не только не побеждают. Люди узнают, что мы превратили украинцев в оружие массового поражения, нацеленное на Россию. И это то, на что европейцы не подписывались. Так что президент абсолютно прав. Во-вторых, президент дал вам очень благоразумный ответ. Он сказал, что просто не знал, и это правда. Мы не можем знать, пока не услышим брифинг в верхах. Но он также очень обеспокоен, что если мы скажем «да», мы подвергнем риску наших солдат, моряков, летчиков и морпехов повсюду, они мгновенно станут целями по той самой причине, на которую указал ты. Это акт войны. Акт войны потенциально против России и также против Германии. Но я думал, что Германия наш главный союзник в этой войне с Россией, и что альянс между США и Германией, называемый НАТО, священен. Как они могли это сделать? Наш союз с Германией важнее любых событий, происходящих на Восточной Украине. Это факт. Немцы имеют для нас огромное значение не только как торговые партнеры. Мы и они годами работали над созданием абсолютной уверенности в союзе между нашими странами. Германия — это основа европейского могущества. Без нее ЕС не имеет силы. Без Германии НАТО не имеет силы. Я не могу предсказать будущее, но мне трудно представить себе другую команду разрушителей, которая причинила бы больше вреда за короткое время нашим интересам в Европе, чем администрация Байдена. Хорошо сказано. В смысле печально осознавать, но это очевидная правда. Безрассудные психи — это не преувеличение. Док МакГрегор, большое спасибо за вашу грамотную оценку. Редактор субтитров А.Семкин